А сколько бусин в чётках? Солочная. Смотрю, насколько вы много знаете. А вот эта бусинка как называется? Она как-то широкая, но она не пометает. Бусин в чётках. Поэтому её не перескакивают. Поэтому её не перескакивают, когда перебирают чётки. А этим пальцем перебирают. Этот палец не чистый, поэтому здесь вот есть выход для этого пальца, чтобы он не касался. Поэтому мешочек для чего чёток. Ну да, потому что на тонком уровне предметы, они тоже загрязняются. Поэтому как эта пословица есть? Какая-то... Сердце вон, глаз довой. Как там? Сердце вон, глаз довой. С глаз довой, да? Ну это немножко не то. Наоборот, глаз довой и сердце. Глаз довой и сердце. Да, вот. С глаз довой, видите? И тогда человек как бы не знает. Когда, смотрите, вот у вас много денег, и вы на улице, так сказать, держите, считаете, что там люди сразу смотрят. А есть люди, которые очень жадные и очень, так сказать, непорядок. А мне кажется, я вас где-то видел почему-то. Ну так знаком очень. Нет? Не может? Ну я приезжал, когда вы, наверное, не родились ещё тогда. Мы там приезжали, книги распространяли. А? Мне вопрос. Ага. Ты почему? Почему этот палец нечистый? Почему? А указательная палец считается нечистым. Я даже не могу так более подробно объяснить. Левая рука нечистая считается, да? Ну, мы кушаем. Как я сейчас именно в древностях делаю, но тыкнул. Тыкнул. Такой, 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 грубый, такой. То есть, что у него бывает большее, нет? Ну, это отрицательно, наверное, пробивает. Ну, невежество получается, в общем. Что-то такое, но вот такое. А, тут есть просто наука такая, как бы, связанная с какими-то частными шлемами, в частности, с пальцами. И поэтому, вы знаете, каждый палец, ну, какой-то износение, вы знаете, тут точки есть, а культуры, и на этом плансе может находиться... Ну, связь может находиться, связанная с какими-то уже нечистыми... А, я бы просто предполагаю, не знаю. Ну, это не так самое главное. Мы многие вещи можем не понимать, потому что культура духовная, традиции духовные, они с рождением вкладываются, да? И, если мы не родились в такой культуре, пока мы будем все это узнавать, изучать, мы все будем докровать. Поэтому сейчас... Человеку дается то, что самое главное, да? Действительно, я это не буду делать. А все остальные вот эти вещи, вот, что мы чистые, там, и чистые, там, и телевизорцы... Человеку, то есть, когда эта стена, он, как-то, все проясняется, говорит, там, сначала у него сознание немножко качество. Угу. Не беспокойтесь. Потому что, пока мы не замечаем, что наши люди беспокоены, будем беспокоены, то мы не можем ничего поменять, мы не знаем даже все, какие-то правила, там, как талат, как выжить, как кушать, там. Как говорится, мы не сможем это наследовать, если ум не успокоены. А ум успокоены, вот, в практике, бхакти, 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 да? Это один срок, единственный. И знание – это преданное служение. Преданное служение, мы должны знать, что такое преданное служение. Потому что в материальном жизни тоже преданное служение есть, и оно служение семи тела. Мы представляем себя со своим телом, не от женщин, не от женщин, не от женщин, не от женщин. Несколько-то лет. А когда человек понимает, что не тело, что это тело временное, но жизнь вечная, душа в теле, она вечная, то он узнает, а как же, когда другая жизнь, умеет это тело, как это можно жить, как же это можно жить, даже если кушать, там, если веселиться, как же, какие-то хорошие люди все время, там, за чувство зази, там, все время, каких-то несчастья. И знания, видические знания, они даются в каждый раз в соответствии с тем временем, которое человек живет. Вот мы сейчас живем с вами, и вот он знает, он знает уже, что мы живем в век Калия, Железный век, где люди очень ленивы к духовному знанию, они теряют постепенно всякий интерес к Богу, к душе. Они поддаются просто на ложные всякие духовные пути, системы, учения, религии, которые, говорят, могут о Боге, о совершенстве каких-то возможностях человеческих. Но они имеют материальную все равно основу. Потому что они не говорят о преданности духовной. Материальная преданность, как я говорю, это тело. Материальная преданность, мы себе преданы. И своей маме и папе мы преданы тоже, только потому что они нам что-то делают. А не потому что они души, потому что они служат Богу. Поэтому материальные основания, преданность материальная есть. Нам нравится какой-то певец, какой-то писатель, какой-то художник, какой-то друг. Ну почему нравится? Или подруга, почему? Потому что это удовлетворяет наши чувства. И это преданность материальная. Мы будем преданы этим людям, этим идеям. Но когда наша жизнь заканчивается, чему мы будем в следующей жизни преданы? Тем же материальным людям, тем же материальным идеям. Мы снова умираем, снова рождаемся и снова страдаем. Хотя нам кажется, что мы стремились к совершенству. Но если это совершенство на материальном уровне, то это обман, это иллюзия. Почему? Почему? Потому что чувства, они материальные по природе, да? Руки, они чувства осязания имеют, да? Допустим. Это гладкое, это холодное, допустим, что-то, это горячее. И это материальные вещи, да? Потому что в материальном мире, имея тело и не имея духовного сознания, человека чувства материальные. И, как я не понял, вы спрашиваете, почему чувства материальные, да? Потому что… Какая-то такой вопрос интересная. А? Если наше чувство связано с материальным веком, с вознождением, ну, с их удовлетворением, так сказать, своих, то это материально. То есть, и… Но природа наша, она души, она духовная. Поэтому душа, вы говорите, только духовные чувства. Духовные чувства, они не подразумевают своего наслаждения. Они подразумевают служение. Понятно? Нет, это понятно. Понятно? Они, как бы, если они привязаны к чему-то духовному, то они духовные. А если они привязаны к чему-то высшему, то они, как бы, занимают свое естественное положение. То есть, свое положение служения. То есть, они не наслаждают вещи, они не Бога. Они, как бы, служат Богу. Понимаете? А если они служат Ему, то Он отвечает им взаимно. А если они служат себе, то они, как бы, становятся рабом вот этого, ну, того, чего они служат. Тут уже рабство получается. Бог, Он свободен от всего. И если наши чувства привязаны к Нему, то они тоже свободными становятся. И не связываются, не обуславливаются. Очень хорошо вот этим. Совершенно правильно. Ну, если так. Не глубоко. Да. Хорошо. 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 Вот. И вот для того, чтобы эти чувства не проявились духовные, нужно правильный процесс, система йоги. Йога – это то, что очищает человека, успокаивает его и дает возможность контролировать чувства. Это настоящий йога. Но это только часть йоги. Высшая цель йоги – это связь с Богом. Йога – связь, связь с Богом. Игорь? Игорь – почти. В 47 лет он занимается как бы его развитие. Я, в может сказать, йогой. Потому что, когда человек рождается, он же такой маленький, он все-таки эгоистичный. Не дал ему чем. И когда он уже начинает возраст, там, от 25 до 28 лет, уже только он становится более взрослым, ему уже не скажут, что все нужно так, как взрослым. То есть, говорят, что в это время идет такое развитие, что человек должен понять, что нужно жить не для себя, а для кого-то. Вот как раз без какого-то духовного наставничества, без служения, без какой-то опоры. Очень сложно понять, как правильно служить, как правильно для кого-то жить. Должно увидеть людей, которые служат для кого-то. Вот у нас старый зубр пришел. Харе Кришна, ты к нам в гости? Да. Ну, давай, составляю аудиторию. Я звоню по финансам. Да? Чего-то я... Ты мне... А, я не взял, ты мне по старому телефону звонил. У меня теперь два телефона. Ну, молодец, что несмотря на звонки пришел. Ты не вспотеешь? Нет. Ну, уже минут 15 мы как общаемся. Вот тут два человека, то есть одна девушка почти, почти, почти новая. Как это... Как этот город опять забыл? Череповец. Помнишь наш Череповец? Мы с ним тоже ездили в Череповец, распространяли книги, дышали вашими этими трубами, которые там... Давненько я... А ты помнишь, когда ты... Ты там был, да? Когда? Не помнишь, да? 93-й. Вот видите. А вы когда родились? 83-й. Да, мы когда приезжали, не было центра. Были какие-то отдельные... Может, один... Не было вообще никого. Получается, когда ты так привезли все эти знания, да, и он интересен только... Да, и так, постепенно, да. Вот эти книги, вот, Шилбропада, они таким образом работают. А как вы пришли? Пешком. Но у вас же наверняка были какие-то вопросы или что-то такое? Ну, да, вопросы были. Какие у меня вопросы были тогда? Почему все в жизни так несправедливо? У меня был вопрос. Ты хочешь хорошо, а люди поступают плохо. Ты веришь в кого-то, а он изменяет тебя. Почему такая жизнь полна столько-столько опасностей? Почему с возрастом я не становлюсь лучше, а становлюсь хуже? Я был молодым, а потом стал поживым, а потом старым. Почему? Вот эти вопросы меня беспокоили, да. А потом слышал, что да, есть святые, есть вечность какая-то. Но мне было не до вечности, как вот он сейчас спросил сначала, когда вас не было. Ну, вот очень трудно, как бы, избавиться от этой привлекательности материальной, да, таких прелестей всяких материальных. Вот поэтому мы и не подходим, и не интересуемся духовной жизнью, потому что мы думаем, что в этой жизни очень все неплохо. Есть что-то плохое, но я вот как-то плохую в сторону, а хорошую я как-то достигну обязательно. Но вот человек рано или поздно, который приходит к тому, что он видит, что это невозможно сделать, достигнуть чего-то хорошего, потому что даже самое лучшее, хорошее, что мы можем достигнуть, оно не является хорошим, если оно не связано с нашей душой, с вечным. Потому что если мы с телом связаны, мы снова, снова рождаем, снова умираем, снова рождаем, снова умираем, и снова будем страдать. И я понял, что я разочаровался в этой жизни и стал искать духовную вещь. И когда человек начинает искать, как вы слышали, как в Библии говорится, кто ищите и обрящите, да, кто ищет, тому сразу же приходит помощь. Стучите и откроется вам, да. Поэтому я вот так стал искать и смотрю, раз, раз, пришли, вот, встретился с предным, уже давно очень-то было. Ну, и там он мне рассказал про эти вещи все, сказал, что нужно мантру повторять, она дает все полное понимание, совершенство духовное. И постепенно-постепенно я узнал больше, 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 больше. Не просто узнавал, а получал опыт. Каким образом. Ну, мы по традиции, у нас так проходит программа, хотя у нас народу немного сегодня, к сожалению, а может быть и не к сожалению, кто его знает. Мы поем такую песню, баджан. Баджан – это как бы духовные песни, хотя мы не певцы, как правило, есть среди нас и певцы. Ну, мы поем, выражая просто настроение определенное, которое создает атмосферу духовную. Немножко поем немножко, потом Харикришну мантру поем, на разные мелодии тоже можно петь. Но когда для этого специальное время отводится, тогда поют долго. Сейчас мы поем недолго, потом читаем писания, комментарии какие-то, сами объясняем. Все, кто слушает, они стараются быть внимательными и думать. И когда у них что-то, какие-то вопросы, они потом после вопросов, после этих лекций, лекций они задают вопросы. И тогда это общение становится таким более живым. Не просто лекция, а общение. Мы уже с вами немного общались, но так, как и нужно общаться. Вот, а теперь мы начали с конца, а сейчас мы к началу пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Раху Падам, Сиропра, Раху Падам, Раху Падам, Раху Падам, Жаня, Раху Падам. А, не давай, а есть? Ну ладно, хорошо, пускай будет три. У меня есть, просто я подумал, поскольку люди пришли, которым будет сложно воспринимать, я думал Бхагалактику почитать. Ну, мы можем прочитать, поскольку был объявлен стих, мы почитаем его. Значит, это у нас было «Уцаха нищая тарьят». Значит, да-да-да, очень хорошо. Это стих из Упады Шамри, Шива Рупагасвами. Это третья шлока, где описывается шесть факторов, способствующих служению. Шесть моментов, которые способствуют предному служению, то есть духовной деятельности, да, практики духовные. А предыдущий стих, второй, мы видите, как начинаем, как бы не сначала. Шесть недостатков, кто разрушает вот этот практику предного служения, да. И перечисляется тем шесть недостатков, которые мы склонны проявлять в своем начальном предном служении. Но для того, чтобы как-то у нас был более позитивный взгляд, я решил сразу с Уцахи начать. И Уцаха бывает разное. Уцаха будет ложное. Уцаха – это, в санскрите, энтузиазм. А бывает истинный Уцаха, вот когда энтузиазм истинный, то это как раз способствует развитию, духовному развитию бхакти, способствует. Ом намом бхагавате ва судивая. Ом намом бхагавате ва судивая. Ом намом бхагавате ва судивая. Значит, мы прочитаем санскрит. Санскрит – это в любом случае мы начинающие или мы уже кончающие. Но на самом деле духовная жизнь никогда не кончается. И тот, кто начал, уже обязательно никогда не закончит. Таков закон. Поэтому, если вы попались в сети духовной, как сказать, духовной природы, да, то человек, он не захочет оттуда сам никогда выбираться. Итак, Уцахан Нишчаят Тарьят. Как там написано, да? Вот так, ага. Будем читать вместе. Уцахан Нишчаят Тарьят. Уцахан Нишчаят Тарьят. Уцахан Нишчаят Тарьят. Громче и внимательно. Тат-Тат-Карма-Правар-Танат. Тат-Тат-Тат-Карма-Правар-Танат. Тат-Тат-Карма-Правар-Танат. Сангат-Яга-Сато-Вритех. Сангат-Яга-Сато-Вритех. Шабдхир-Бхактих-Прасит-Яти. Шабдхир-Бхактих-Прасит-Яти. Русскими буквами, видите, и трудно всё равно читать, потому что у нас язык настроен на материальный русский. Русский – это материальный язык. Английский – это тоже материальный язык. А санскрит – это язык духовный. Ну, можем сказать так, я не знаю, в духовном мире на каком языке вы говорите. Не знаешь? Мы не знаем. В раю говорят на санскрите. Пишут, объясняются. Ну, там, в основном, да, стихами, так, могут объяснять, говорить. А в духовном мире, ну, вот так как мы сейчас не понимаем язык медведя или пчелы, на самом деле они говорят между собой. Не знаю, понимает ли пчела медведя, и медведь пчелу, но пчела пчелу понимает, да? Вот. И если мы попадаем в духовный мир, мы все становимся, говорим уже на одном языке. Этот язык основан на духовной речи. И пока мы не поднимемся на этот уровень, мы не сможем понять, как это Бог понимает на всех языках. Потому что он не на языках говорит. Он говорит на духовной вибрации, на духовном языке. Если кому-нибудь когда-нибудь Бог приходил во сне, или как бы кто-то слышал голос какой-то там внутренний, да? Вы же, он же не словами, вы как бы что-то понимаете, да? Что там происходит? Говорит что-то. Вы понимаете смысл того, что вам кто-то обращается. Но вы не задумайтесь, на каком языке это говорить. Потому что ни вы не говорите, ни он не говорит. Как правило, так действует сверхдуша в сердце. Это Бог, который находится в сердце каждого. И у каждого есть такой небольшой опыт, когда ему Бог говорит. Но он, поскольку не верит в Бога, он думает, ну, кто-то мне сказал. Вот, ну, мы попробуем все это на санскрите еще раз произнести. Если есть желающие, кто-то может уже повторить, а мы за ним повторим. Утсаха нишчаят харьят Татат карма правар танат Татат карма правар танат Сангат ягат сато вритех Сангат ягат сато вритех Шатпхир бхактих Прасидх яти Шатпхир бхактих Прасидх яти Еще кто-то хочет? Тогда мы читаем Даже не перевод стиха, поскольку у меня нет этого нектарного наставления, но тут комментирует Бхактина Такур в этой книжке комментирует Вот этот стих Изупадышам Это иначе называется Нектарное наставление Третий стих Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом предном служении Чистое предное служение Это что такое? Это когда человек бескорыстный, без всяких мотивов, непрерывно Он Занимается служением Богу Этот Этот уровень Нам недоступен Сейчас Но если мы узнаем о нем Слушаем о нем И Занимаемся этим методом Еще пока не чистым Предным служением То мы стоим На пути чистого Предного служения Вот Человек должен, чтобы Способствовать Что ему в чистом предном Человек должен Уцаха Действовать с энтузиазмом Нищая Быть уверенным В своих действиях Тхарья Проявлять терпение Татат Карма Парвартана Заниматься Предным служением Таким Как Шраванам Киртанам Вишнок Смаранам Это переводится даже Санскрита Слушать о Кришне Кришна Это Бог Славить его И помнить о нем Санга Санга Отказаться От общения С непреданными Для новых людей Это, конечно, Выглядит Очень По-сектантски Ну Со временем Человек Понимает Что нужно Выбирать Или с теми Или с этим Такого не бывает Человек Материальный Он не хочет Общаться С духовными Людми А человек Духовный Он не хочет С материальными Общаться Человек Материальный Считает Духовных Людей Сумасшедшими А Духовный Человек Считает Материальных Людей Сумасшедшими Вот теперь Только нужно Выбрать Кого Из них Выберем Те и те Сумасшедшие На самом деле Но Одни Сумасшедшие По-настоящему Настоящее Сумасшедствие Когда человек Пьян От любви к Богу Это вот Настоящее Сумасшедствие А искусственное Сумасшедствие Не настоящий Сумасшедствие Когда человек Пьян От материальной Жизни Он чем-то Наслаждается Вином Наркотиками Или он ведет Богочестивый Образ жизни Он Вегетарианец Даже Он может Там Жить Размерной Жизнью Делать Людям Добро На материальном Уровне Все равно Он пьян Он ничего Не понимает Что он Не тело Что он Душа Не понимает И что Есть Бог И нужно Следовать Так Как хочет Бог А не так Как он Думает Что нужно Делать И последнее Сато Вритех Или Садху Врити Это все По стиху А уже Стиха Нет Идти По стопам Великих Ачарьев Прошлого Тоже Выражение Люди Которые Первый Раз Ничего Не понять Конечно По каким-то Стопам Мы понимаем С материальной Точке Зрения По следам Чем-то Идти Найти Зверя Или Идти По чьим-то Следам Найти Человека Преступника Кто-кто Космические Науки Он Изучал То есть Его стоп И его Обучение Все-таки Он Пользовался Этим Ну Можно материальные Науки Изучать Науку Те же самые Веды Тоже Это Наука Нужно Изучать Да Но Нужно Знать Ради Чего Мы Изучаем Если Мы Изучаем Это Для Чтобы Использовать В Духовной Жизни То Правильно Это Хороший Будет Если Нам Духовный Учитель У Каждого Должен Будь Учитель Вот Чем Вопрос Ты Сам Можешь Считать Что Это Хорошо А Духовный Учитель Может Сказать Это Для Тебя Нехорошо И Ты Не Должен Изучать Материальные Науки Достаточно Жизнь Короткая Ты Не Такой Способный Чтобы Выучить Совершенности Какую-то Материальную Науку Еще И Применить В Духовной Жизни Астрологию Там Или Веды Веды Очень Обширные Да Или Аюрведу Да Они Очень Обширные Это Если У человека Нету Требует Фальшиво Все Это Не Настоящие Веды Настоящая Астрология Потому Что Настоящая Астрология Требует Многих Лет Практики В среде Людей Которые Знают Цель Этих Вед Цель Этих Вот Вот Этих Писаний Тоже Которые Являются Ну Косвенно Помогают В Духовной Жизни Вот Поэтому Конечно Мы Обращаемся К Допустим К Астрологам Ну Чаще Всего Это Не Помогает Потому Что У Людей Нет Квалификации Настоящей Квалификации Это Не То Время Поэтому Если Мы Не Будем Тратить Время Но Это В Общем Я Говорю Есть Люди Способны Которые У Них Есть Определенная Уже Привязанность К Этому И Поэтому Они Это Делают И В Принципе Если Они Также Читают Духовное Писание Они Занимаются Духовной Практикой То Они Могут Это Использовать В Своем Общении С кем То Духовное Смысл Основа Нужна Быть Как Бхакти То Когда Человек На Духовность Направляет На Общество Не Как Себе То Что Духовность Можно К себе Тоже Направить Я Тоже Недавно Начал Замечать Что Даже Служение В Семье При Определенных Таких Настройки Очень Сильно Помогает Потому Что Выполняет Свои Обязанности Сына Брата Там Очень Сложно Там Карма Действует И Применять Вот Это Все Очень Тяжело Тяжело В смысле Духовные Вещи Применять Да Тяжело Поэтому Человек Выбирает Или Тяжелый Труд В Материальном Мере Который Кроме того Что он Тяжелый Он Приносит Страдания Чем Больше Ты Получаешь Успехи В материальном Дел А успех Что Наслаждение Счастье Человек Испыт Если он Успех Много Денег Работа Работа Заработал Много Денег Или Искал Искал Жену Хорошую И нашел Жену Хорошую И искал Мужа Кто-то Хорошего И нашел Но Но Потом Человек Становится Несчастен От Денег От Жены От Мужа Несчастен Становится Найдите Счастливую Семью Найдите Богатого Человека Приведите Сюда Найдете Сто Процент Поэтому Лучше Тяжело Трудиться На Духовном Так Сказать Попыщ Там Тоже Тяжело Трудиться Но Это Приносит Удовольствие Приносит Счастье Реальное Счастье В Самые Тяжелые Минуты Материального Своей Жизни Человек Может Почувствовать Самое Высшее Счастье Которое Только Возможно Если Человек Умирает И он Испытывает Духовное Наслаждение Счастье То Смерть Ему Нипочем Вообще Ну Умираю Все И Сдохни Это Тело Мне Оно Не Нужно Душа Получает Он Счастливый Оставляет Это Тело А Человек Умирающий На Материальном Платформе Он Так Сказать Весь Страдает Ужасно Это Очень Тяжелый Момент Вот Поэтому Конечно Тяжело Но Если Мы Хотим Легкой Жизни То Мы Останемся В Материальном Мире Вот И Тут Говорится Что Придерживаясь Этих Шести Принципов Человек Несомненно Добьется Успеха В чистом Презанном Служении Поэтому Руководство Есть Очень Хорошее В В этой В этой Практике Духовной И Вот Это Каждый Этот Пункт Потом Разбирается Отдельно Как С Энтузиазмом Как Быть Уверенным В своих Действиях Как Проявлять Терпение Очень Очень Мудрые Очень Четкие Советы Вот Ну я Чуть Чуть Почитаю Про это Теперь Обсудим Все По Отдельности Сначала Расскажу О Принципе Уцахи Уцахи Это Значит Энтузиазм Без Уцахи Человек Становится Небрежным В поклонении Небрежность Рождается Из Бездеятельности Из Инертности И Лени Апатии Или Безразличия Когда Появляется Уцаха Тогда Лень И Инертность Противоречащие Природе Духа Исчезают Инертность Это Отсутствие Желания Деятельности Если Тело И Сердце Находятся Во власти Инертности И Лени Где Найдет Прибежище Преданное Служение Так Понятно Да Очень важно Понимать Чтобы Это не было Скучно Потому что Если мы Говорим Об Энтузиазме Это Прежде всего Интерес И Внимание Если Мы Говорим Об Этому Но Интерес И Внимание Нет То Это Не Будет Работать Сохраняя Апатию Мы Не Отучимся От Небрежности Человек Должен Решительно Настроиться Стать Преданным Мы Говорили Вначале О том Что Преданным Стать Преданным Это Значит Стать Преданным Богу А для Этого Нужно Найти Бога Поверить Бога Услышать Его Увидеть Его Почувствовать Его Это Личность Но Духовная Мы Тоже Должны Увидеть Себя Почувствовать Понять Себя Но Это Не Тело Это Душу Нужно Почувствовать Услышать Увидеть Она Невидима Неслышима И Она Не Умирает Она Не Рождается И Нельзя Убить Но Ее Все равно Можно Увидеть Услышать Как-то Ее Поймать Поэтому Так и Трудно В материальном Мире В обществе Людей Которые Ничего Не знают Сейчас Об этом В школах Не изучают В институтах Не изучают Дома Когда вы Рождаетесь Вам только Говорят Что вы Милый Мальчик Милая Девочка Вот это Твое И каждый Ребенок Думает Что Все Ему Принадлежит В древние Времена Ведические Времена Была Другая Юга На дворе На дворе То есть Дети С пеленок Им говорили Что они Не есть Это тело Их Приучали К послушанию Родителям Послушанию Старшим Так сказать А старшие Они показывали Пример Как бы Духовной Предности Богу Поэтому Дети впитывали Это Они видели Что Родители Они Не о себе Беспокоятся И не о них Беспокоятся Хотя Они заботятся И о них О себе Но в той Степени Чтобы Это Было Возможно Продолжать Беспокоиться Самым главным О душе Да И когда Получает Человек Пищу Духовную То его жизнь Несмотря на то Что он в этом теле Его жизнь Очень Очень Хорошая И вот В это Нужно поверить Все Что нам Нужно сделать Это Не значит Что Как бы Как бы Это Ну Нужно Нужно Слепо В это Поверить А нужно Сознательно Поверить Поверить А проверить Это Нужно Попробовать Такую Жизнь Мы Слушаем Что-то Мы читаем Что-то И нужно Последовать Это Мы Так же Как Материальная Жизнь Вы Слушать Читать Чем-то Заинтересовались Если Если Вы Хотите Это Узнать По-настоящему Вы Не Должны Слушать Что в Газете Написано Потому что В газете Вас Пишут То что Или в Рекламе То что Чтобы Человека Так сказать Куда-то Завлечь Кому-то С кого-то Деньги Снять Вы Должны Следовать Тем Кто Вас Научит Или Даст Вам То Что Вы Хотите Да Реально И Люди Которые Глупы Их Обманывают Все В Материальной Жизни А Поумнее Они Находят То Что Им Нужно Но Все Рано Они Обмануты Остаются Потому что Они Ищут Материальные Вещи А Духовной Жизни Мы Ищем Духовные Вещи И Поэтому Если Мы Ищем Духовные Вещи То Мы Должны Обращаться Тем Кто Имеет Эти Духовные Убеждения Знания Качества И Следовать Тоже Тому Что Они Нам Нас Обучают Чему Что Нам Показывает Хотя Бы Для Вот Испытания Этого Мы Не Должны Слепо Кого-то Слушать Ни Материального Человека Ни Духовного Человека Нужно Понимать Что Зачем А для Того Чтобы Понять Нужно Что-то Делать В этом Направлении Обязательно Делать Как Пример Дается В Писании Что Если Вы Хотите Попробовать Мед Который Лежит В банке То Вы Не Можете Попробовать Снаружи Вы Должны В банку Как-то Залезть Также Здесь Попробовать В то Имя Горе Кришна Горе Кришна 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 Горе 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 Рама Горе Рама И Пока Вы Не Почувствуете От этого Повторения Счастье Вот Если Повторять Мама Мыла Раму Мама Мыла Раму Мама Мыла Раму То Тут Тоже Кое Какое Будет Получать Благо потому что Рама — это имя Господа. Но, в принципе, такая мантра, она не будет работать, потому что она не для Кали-юги дается. Это не мантра, это просто как бы для постановки речи, я как понял, в школе проходит детям. Но она не даст вам счастья. Не даст, просто язык только запутается. А если вы будете это повторять, очень внимательно, сосредоточенно, думая только о том, чтобы удовлетворить это святое имя, потому что святое имя — это и есть Бог, это и есть Кришна. Харея — это его внутренняя энергия, Кришна — это наслаждающийся. То есть Рама — это... Или как? Кришна — это наслаждающийся, а Рама — все радующие. Я уже забыл даже. Все привлекающие еще. Мы все это знаем, поэтому мы в это верим очень. И поэтому мы стараемся ничего другого не делать, кроме этого. Вот об этом говорится в Бхагавадгите, шестой главе. Вот мы сегодня и Бхагавадгиту почитаем. Как раз. Какая-то сложность появилась, начинаешь какое-то недовольство испытывать, как говорится, точно радость не испытываешь. И при повторении мантры испытываешь удовольствие, какая-то настройка идет, но не является ли это осквернением слов, когда у тебя такое настроение попалось, появилось, ты понял, как трудиться. То есть в быту начинаешь применять эти мантры, то есть понимаешь, что ты не сильно сосредоточен, но при этом используешь мантры как-то с корыстной целью получается. Да, это будет не очень хорошо. Но пока мы еще не очислились, это будет происходить, конечно. А если мы, например, что ты делаешь это для себя, для кого-то? Ну не для Бога, а хотя бы там для начальства. Тоже, тоже, да? Это не очень будет работать, потому что пока человек не сможет произносить для Бога, делать для Бога, он сам не получит опыта духовного, и поэтому его повторение для кого-то, оно не будет иметь силы. Поэтому человек должен сначала себя улетворить, себя познать как душу. Или делается это одновременно тоже. Он и для других, но для других обычно не так поступает, что ты повторяешь там для других. Ты просто, вот допустим, если даже мантры, вот мы поем сейчас, сегодня пели мантру, да? И мы можем, мы можем желать в это время, чтобы эта мантра проявилась в сердце тех, кто еще закрыт к этому. Потому что Господь, Он выполняет желание своего преданного. Если мы за кого-то просим, искренне просим, то это будет работать, да? Даже если мы сами не очень еще. Но если мы верим, то, что Господь, мы сами удовлетворены, мы имеем веру в то, что мы действуем правильно, что это хорошая вещь, да? То это уже чисто, да? Это уже хорошо очень. И если мы с таким сознанием просим, вот, воспевая имена Бога, чтобы это принесло благо тем, кто рядом с нами, да? То это будет работать. Да, это будет работать. Но это косвенное воздействие. То есть человек может получить благо от этого, ради которого мы просили, из-за которого. Но если он сам потом не будет это делать серьезно, то это все уйдет, и все, и у него снова материальная жизнь. Снова материальный интерес все заглушит. И вот тут приводится пример Багаладгиты 6 главы. Глава называется «Тиана йога». Здесь не указано, какой стих, но перевод есть. «Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. Заниматься йогой надо с решимостью и верой, и никогда не сходя с избранного пути. необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний и с помощью ума подчинить себе чувства». Ум является высшим из всех чувств. начинается все с ума, мы подумаем о чем-то, а потом наши чувства начинают действовать. Если человек в уме, он говорит, я должен, допустим, есть духовная какая-то практика, я должен сесть, повторять мантру. Тогда язык начинает работать, уши начинают слушать. то есть все равно команда должна быть в уме. А для этого должен человек понять, что он состоит не только из грубого тела, земли, воды, огня, воздуха, эфира, пять главных грубых материальных элементов, с чего мы все состоим, с чего состоит земля, любое живое существо. И есть три тонких. Это вещи, чувства, которые являются тонким телом. Вот когда мы умираем, грубое тело разрушается, входят материальные элементы, а тонкое тело, оно переносит нас в следующую жизнь, в следующее тело. Что такое тонкое тело? Ум, разум и эго. Ложное эго. Если у человека проявляется истинное эго, истинное эго – это сознание души. То он уже не получает рождение материальной теле, он получает духовное существование и духовное тело. И вот, говорится, что предное служение должно совершаться в таком настроении. В своем комментарии на проведенный стих «Сио Баладеу Ведиабхушина Махаша» это вот тот автор, то есть не автор, переводчик, комментатор, багаладгиты, который с прошлого в ученической преемственности, который очень часто пропадет, также цитирует в своей книге, в своих комментариях. и так это знание, оно и передается, что не каждый свое что-то переводит, а каждый согласует свое понимание, переводы свои, объяснения свои, с тем, как это делают предыдущие учителя, начальники. Если это расходится с предыдущими, то это неверно уже, все это ошибка, потому что знание одно на всех, Бог один на всех, и знание это никогда не меняется, оно вечное. Материальная жизнь, это временная, и она вечно существует, временная. Какое-то время разрушается все, потом снова существует, проявляется все. и духовная жизнь, она тоже вечна, но она никогда не разрушается, она никогда не рождается, она вечно существует за пределами материального мира, а сюда попадает только душ, которые, так сказать, становятся обусловлены материальными желаниями. И вот комментарий, говорит, человек теряет интерес к деятельности, к которой он чувствует себя неквалифицированным. Очень интересно, да? Вот сейчас слушают более внимательно те, кто более квалифицирован. Потому что, если вы не понимаете, и у вас нет опыта духовного, вам не сконцентрируется, у вас нет интереса, да? То есть, человек теряет интерес к такой деятельности. не квалифицированным, да? Да. Что, кроме пустоты, может оставаться в сердцах тех, кто достиг безразличия к материальной деятельности, очень интересно, слушайте, но еще не осознал духовную? Значит, человек, который разочаровался материальной жизнью, но еще не осознал духовную жизнь, он находится в такой пространстве, завис между небом и землей. Такое состояние бывает, у всех проходит этот этап, и этот этап очень долго может быть. Он не достиг, многие, кто начал уже в сознании Кришны, повторяют мантру шестнадцать кругов, как минимум, кушает только просад, пищу предвоженную Богу, общается с преданами, слушает Писание, изучает что-то, Писание, да, через какое-то время вкус к материальной жизни полностью пропадает, но духовного еще нету, и вот тут зависает человек, да, и если у него хватает разума и веры переждать этот момент, перетерпеть, проявить терпение, то тогда он получает духовные вещи, и тогда пустота это проходит, он не боится жить в этом материальном мире. Для них безличная, ну, тут такая сложная, не будем вдаваться сейчас в подробности, да, тот, кто не чувствует отращения к материальной жизни, послушайте, и имеет много неисполненных желаний, должен стремиться к совершенству на пути карма-йоги, карма-йога это значит деятельность не ради плодов, когда человек отдает плоды своей деятельности, на духовные, так сказать, надобности. Если же по великой удаче человек развивает веру в слушание беседы обо мне, о Боге, то он, не испытывая отвращения, не испытывая отвращения к материальной жизни, и не будучи слизистком привязанным, и не обольщаясь этой материальной жизнью, должен достичь совершенства на пути бахтий йоги. Вот это нормальное состояние, когда мы не сморщимся от того, что столько всего тут всякой материальной жизни, а мы спокойно к этому относимся. И если что-то прекрасное, красивое, проявление красоты в материальной жизни, красивые люди, красивые искусства, музыка, красивые, но мы не слишком привязаны к этому, потому что знаем, что это только отблеск, слабый-слабый, тень, отблеск того, что реально существует искусство, реальная красота, реальная, так сказать. И то, что материально мы видим, есть безобразные люди, безобразная жизнь, а есть люди такие чистые, богатые, талантливые, да, и мы видим, вот это лучше, чем то. Но если мы сравним все это, и богатых, и бедных, и плохих, и хороших сравним с духовным, святым, да, то мы видим, что это просто несравнимые вещи, просто несравнимые вещи. И мы будем не тянуться, не ужасаться от того, что, допустим, в нашей жизни, в нашу жизнь пришла бедность, какое-то несчастье, и не будем радоваться, если нам привалило там чего-то. Как только человек с чем-то будет обольщаться, или чем-то сильно огорчаться, он будет выбит из колеи, он не сможет сосредоточиться на предном служении. И это возможно, когда человек чувствует такое счастье от процесса духовного, то он будет желать противостоять всем материальным невзгодам и радостям. Это равные вещи. В материальной жизни нет ничего хорошего. Ничего хорошего. Свобода от материального общения сама по себе приходит к тому, кто занят преданным служением. Ему даже не приходится прилагать для этого отдельных усилий. понимаете, вот в этом заключается с одной стороны тяжелая работа, да, я говорил, а с другой стороны это становится в какой-то момент очень легким. Если мы полностью себя занимаем в этом процессе, то есть мы не отвлекаемся, даже если мы работаем, даже если мы им семью, но мы все это делаем, как бы все время думаем о том, чтобы совершить свои обязанности, духовные обязанности, свою практику закончить. Если я повторяю четыре круга, то я должен четыре круга повторить, несмотря на все счастье и несчастье в семейной жизни, на работе, где угодно. Я должен это сделать. И когда так делает человек, то Бог он видит, ага, он старается за всех сил и тянет эту лямку. Зачем ему эту лямку тянуть? Освобожу-ка я его от этого хомута. И человек смотрит, а жить стало легче, так сказать. Жена слушаться стала, теща послушной стала. Денег хватает, потребностей нету больших. И у меня больше времени съездить на фестиваль, поехать в Индию, святые места посетить. Все так складывается. А потом смотрит, у меня тут полно работы, и как-то Кришна все меня обеспечивает. Как Читань Чандра рассказывал, мама моя не верила. Читань Чандра знает кто-то? Слушай, мама моя не верила. Как ты не работать? Бросил работу, все, у тебя жена, ребенок, почему ты не работаешь? Ты будешь ну что терпеть? И она так его доставала, доставала, как-то она так говорила ему об этом и стучится, а он был в это время у мамы, там стучится кто-то дверь, а это были что ли бредные какие-то, не знаю, в общем, принесли целую сумку овощей, всяких, фруктов, он он говорит, ну вот видишь, смотри, заботится Господь о нас, мы не работаем, и вот он уже давно не работал, я тоже давно не работаю, но кушать есть и жить есть, где-то птичка, или не только пропады, но это все говорят, цветы, все писания говорят, как птица не пашет и не жнет, всегда имеет что покушать, да, слон, который очень много кушает, ему всегда еды хватает, а я в Индии наблюдаю слонов, кушать, знаете, как корова целый день кушает, слон, правда, может какое-то время не кушать, но как только он свободен от работы, он сразу кушает тоннами, и ничего, выживает все, ну, вот, все время уже кончается, а я хотел один момент, тут, конечно, всего не расскажешь, вчера должно было быть занятие у нас, я тут выбрал книжку, я читаю, было явление шиппада вот у нас вчера, да, были на празднике, нет, не были, ясно, вот, а у нас тоже проходило очень-очень много народу, полный зал народу, было джанмаштем, явление Кришни, тоже до этого был полный зал народу, битком, и на второй день, к моему удивлению, тоже пришло, и был гость у нас, ученик шиппада бахти, читание с вами, который пел, давал лекцию, ну, и преданы то, что пели, спектакль, танцевали, на голове стояли, что хочешь было, и когда просад принимали, ступить некуда было, полно народу, вот, и там говорили о пропаде, и пропаде как бы оживало, я вот в связи как раз с этой темой нашел воспоминания медитация нашего падла социолог Дазгославия во второй книжке его об этом, если я сейчас откроется, я тут книгу сейчас в интернете нашел, эту, так, она я читал в книге дома, вот, а здесь вот сидел, листал, листал, тут какая-то такая библиотека, это электронная, это не сайт преданных, но там вот есть эта книга тоже, я чуть-чуть почитаю, чем больше мы думаем, это связано, как раз объясняет нам, как эта духовная жизнь, она работает в наше время, какой люди получают опыт, и как происходит развитие, как этот энтузиазм можно сохранить, про который мы читали, чем больше мы думаем о пропаде и ссылаемся на него, тем больше притупляется наше восприятие, для тех, кто уже дольше в сознании Кришны, это будет понятно сейчас, для тех, кто меньше в сознании Кришны, может быть и непонятно, но тоже они могут понять, я думаю, то есть, когда мы повседневно, допустим, встречаемся, знаете, нам нравится очень какой-то учитель в школе или преподаватель в институте, и ты каждый день у него уроки, не через день, а каждый день, и ты там общение имеешь, все, и постепенно ты привыкаешь, и особо не перестаешь как бы восхищаться, этот момент психологический, привыкание такое, и если человек не знает, как сохранить вот свежее восприятие, внимательность, почтение, уважение к этому человеку, то он теряет эту связь, правильные отношения теряет, возможность получить от этого человека знание, вот здесь об этом говорится. Наше желание новизны оказывается неудотворенным, когда мы много, часто вот это делаем, и мы начинаем искать наслаждение в чем-то другом, и тогда происходит нечто неблагоприятное, несмотря на формальное восхваление в адрес Праппады, нам становится трудно читать его книги, это трупное окоченение, является следствием слишком большой институционализации и недостаточного вани. Вани – это личное общение. То есть личное взаимоотношение с как и любые ценные человеческие взаимоотношения, наши любовные взаимоотношения с Шивой Праппады, поймите, это отношение на духовном уровне любовное, то есть у нас же есть люди, которых мы очень любим кого-то, но мы не являемся мужем и женой, у нас нет этих, как сейчас браки сочетаются там на полу, нет, это не то имеется, это любовь на духовном уровне. могут сохранить первозданную свежесть, если мы будем прилагать усилия, вот у цеха. Я обнаружил, что хорошим противоядием от механического скучного чтения является молитвенное настроение. Моя цель не в том, чтобы получить информацию или прочитать большое количество страниц. Я читаю, чтобы встретиться с Прабхупадой и быть с ним. Вот мне тут на явление еще Пады подарили картину Варады. Старая-старая картина, лет 30 назад написана, но она еще и в темных красках, но там очень хорошо как бы настроение, лица, глаза, лицо такое, знаете, на дереве каком-то доска. Я сейчас повисел в комнате и так мне напоминает о старом времени, о старых моих предных товарищах и о том, как мы относились к Прабхупаде. Хотя мы уже его живым не видели. Мы пришли уже все, когда он ушел, оставил это тело, покинул. То есть это в 77-м году, а мы уже в России только один человек был, который видел его, успел увидеть его, стать даже его учеником, да, Нанташати. и так мы можем если мы будем прилагать усилия, я обнаружу, что хорошим противодействием является, моя цель не в том, чтобы получить информацию, так, я читаю, чтобы встретиться с Прабхупадой, быть с ним. Это лишь один из, мы можем пробовать применять и другие методы, чтобы продолжить жить в сознании Прабхупады. Это не произойдет автоматически благодаря декламации клятвы верности, но лишь благодаря живости нашей веры. Недавно я с удовольствием перечитал комментарий Киши Панишат. «Чтобы не задремать, я ходил зад вперед. Мои чувства и ум восхищались тем, какие простые слова использует Прабхупада. Каждое предложение было наполнено энергией и убежденностью. Прабхупада не писал механически. Для него это было реальностью. И если мы настроимся на его волну, это станет реальностью для нас». Вот для чего нужно читать сознательно, слушать сознательно. Должно настроиться на волну тех людей, которые находятся на духовном уровне. Сам Прабхупада называет это смиренным слуховым восприятием. Если нам удастся читать таким образом, это приносит большое наслаждение. Если же мы читаем только из чувства долга, то начинаем страдать от комплекса вины. Мы думаем, я знаю, что должен поклоняться этой книге, почему я не могу этого делать, что со мной. Тогда мы начинаем заставлять и пинать себя. Читай Прабхупаду, ты обязан это делать, однако если пинать и изводить маленького ребенка, ему это не понравится, и он сбунтуется. Читая Ишапанишат, я почувствовал, что спонтанно восхищаюсь комментариями Прабхупаду, о, это здорово. Я также заново осознал тот факт, что стихи переведены пропадой, и им присущ особый дух самодостаточного философа, того, кто с незапамятных времен исполняет желание каждого. Наслаждаясь этим живым и внимательным чтением, я вдруг понял, что раньше такое состояние было нормой. И вот сейчас идет, как бы опыт передается, как это происходит, почему притупляется это, почему потом, как человек может это сохранить, и как человек может это усилить. Раньше такое состояние было нормой, то есть вот это восхищение. Все было восхитительным. Смена диеты в Икадыше, вечерние киртаны, новые отношения с духовными братьями и сестрами в разных храмах, поклонение божества, чтение лекций, проповедь от имени Прабхупады, все было новым и свежим, включая чтение книг. Ностальгия по старым добрым временам помогает нам помнить о Шриле Бабхупаде. И вот сейчас у нас есть такая раздел, как называется на Фейсбуке, где там Питерская ятра. Там выкладывают фотографии старые, и всем часто петь. Ностальгия пишет. Ностальгия. Ностальгия. И вот и говорится, что на самом деле эта ностальгия напоминает нам о пропаде. Роговендер сейчас стал активно собирать всякие старые фотографии всех и выкладывать. И сразу видно, энтузиаст появился, стал приходить больше на программу, интересоваться, вот как посмотрели его фотографии, узнали там. А у Сатсурда с Госвами есть книга, книга тоже «Медитация нашего пада», где он медитирует на фотографии старых времен, где изображен пада и рядом с ним предный. И он медитирует на одну фотографию и записывает свои мысли. Он писатель очень талантливый, гениальный может быть даже. И он описывает вот этих предных, что они в то время сказали, там дата известна, месяц, город, где было это происходило, и люди называют имена, вот что он тогда говорил, что он вспоминает, то, что он может вспомнить, он вспоминает, медитир, погружается, эта фотография, она оживает. И он как бы входит туда, в эту фотографию. Это есть медитация настоящая. Если мы снова начнем прилагать усилия, к нам вернется по-детски наивная вера в Прапупаду. Мы должны изо всех сил бороться с омертвением этой веры, из-за привыкания и под влиянием времени. Изменение в сердце не произойдет просто благодаря указкам и декретам. Для этого недостаточно просто выпустить резолюцию. Все должны любить Прапупаду, и он должен быть в центре движения. Ну, ладно, хватит. А? Как это? Сотсоропа? Сотсоропа? Сотсоропа. А вот у нас время стекло. Какие у вас будут предложения? Вопросы? Шрила Прапупада идеи Гегеля также учитывал. Идеи Гегеля также Шрила Прапупада ему зачитывали основные моменты философии разных философов западных и он комментировал их философию. Есть такая книга «Диалектический спиритализм» и там Прапупада тоже Гегеля тоже про Гегеля это спросил, да, тоже там оценивает и он как правило говорит об их положительных качествах и говорит об их недостатках. Потому что он рассматривает их философии их учения всегда с точки зрения шастер священных писаний. И поэтому его оценка совершенна. Он не из-за того, что он как бы завидует какому-то философу считает кого-то неправым нет такого нет. И так же к религиям он как бы он объясняет религии все находятся в разных гонах природы. Поэтому нужно понять, что это не религия, а то, о чем мы с вами говорим это санатана дхарма. Вечный дхарма что такое это по-разному переводится. Деятельность, долг. санатана для всех одинаково для китайцев и для русских и для узбеков. Поэтому, видите, мы самые миролюбивые и самые коммунистические. Мы всех считаем равными, потому что все души и все зависят от Бога, а не от Путина. Или как там узбеков, кто там начальник? Никто не знает? Назарбай. Поздненько, поздненько ты что-то пришел. За временем не наблюдаешь, я смотрю. все, мы уже заканчиваем. Ну что, может, мантру кружок почитаем, нет? Если вы готовы пожертвовать еще пять минут, войти в процесс. Давайте. У кого нет учетов, может просто повторять. Можем вместе все хором пять минут по часам и быстро, как можно быстрее. За мной. Хри, Кришна, Хри, Кришна, 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 Хри, 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 Рама, Хри, Рама, 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 Хри, 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 хором, громко. Хри, Кришна, Хри, Кришна, 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 Хри, Хри, Рама, Хри, Рама, 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 Хри, 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 Кришна, Хри, 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 Рама, Рама, Хри, Хри, Харе Кришна, Харе, Рама, 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 Харе, Рама. Слышать должны всех себя Харе, Пришна, Пришна, Пришна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это признак духовного развития И это не искусственно Это будет проявляться во всех областях нашей жизни Не только во время повторения матрицы Все, спасибо, Харе Кришна